Оперировать маленькое хрупкое тело, не делая при этом больших разрезов, дело буквально ювелирное. Сейчас на хирургическом столе лежит трехмесячная малышка. Ее жизнь и здоровье находятся в надежных руках. Для того, чтобы исправить девочке врожденную патологию мочеточника, на остров прилетел главный хирург Сибирского федерального округа Юрий Козлов. Это сложнейшая операция, которая выполняется всего лишь в нескольких медицинских центрах по всему миру. Она называется реимплантация или пересадка мочеточника при обструктивном поражении этого органа. Когда есть нарушение тока мочи, в месте, где мочеточник соединяется с мочевым пузырем. Раньше эти операции выполнялись с помощью разреза со скрытием полости мочевого пузыря. Сейчас же современная медицина позволяет оставлять на теле пациента лишь три маленькие отверстия. Через них приезжий специалист изменяет положение мочеточника по отношению к мочевому пузырю. На Сахалине оборудования для проведения таких сложных операций нет. Поэтому Юрий Козлов привез все необходимое с собой. Это высококлассные энтохирургические комплексы, которые позволяют выполнять малоинвазивные операции, в формате 4К. Такая точность картинки позволяет детализировать мельчайшие элементы организма. Это требует высокого мастерства, многолетней, скажем так, практики. Ну и, естественно, тот инструментарий, который пришел на Сахалин временно, у нас такого нет. Это современные технологии, самые последние крошторцы. С маленькой пациенткой Юрий Козлов познакомился в августе, когда приезжал в прошлый раз. Назначил операцию, но прилететь в Иркутскую клинику семья малышки не смогла. Поэтому врач вновь посетил Сахалин. Во время этого визита хирург уже провел пять экстренных операций со сложными патологиями. Впереди еще несколько плановых. Попасть к медику с таким опытом мечтают многие. В августе сибирский специалист подарил вторую жизнь маленькому Мише, который без срочного лечения лишился бы почки. Если смотрим за состояние почки, в котором мы выполняли операцию, мы видим, что почка находится абсолютно в прекрасном состоянии. Такое ощущение, что я просто внутренне оперировал. Напоминать о сложной операции малышу теперь будут только 3,2 заметные шрама на животе, которые со временем затянутся. Каждый раз в операционной хирургу ассистируют местные медики. Эта практика позволяет получать неоценимый опыт для лечения островных пациентов.